Два теракта сотрясли Францию и бывшую французскую колонию Тунис. На юго-востоке Франции, в окрестностях Гренобля, террористы атаковали завод по сжижению газа. А в Тунисе боевики напали на отели, расположенные в популярном курортном городе Суспа. По последним данным, в результате атаки погибли как минимум четыре десятка человек. Большинство из них иностранные туристы. С нами на связи Вадим Глускер. Вадим, ну давайте начнем с Туниса. Что известно к этой минуте? Миш, действительно жертв очень много. Как ты правильно сказал, более сорока человек числятся погибшими. Среди них очень много детей. В основном это туристы из Великобритании, Германии и Бельгии. Как утверждается, террористы проникли на пляж отели «Империал Мархаба» и «Савива» с моря на надувной лодке. Они открыли огонь по туристам, лежащим на пляже из автоматического оружия, которое они пронесли с собой в чехле из-под зонта. Также утверждается, что у боевиков был достаточно большой арсенал и взрывных устройств. Я пришел утром в офис к своему другу и ждал его снаружи. И вдруг началась стрельба. Я видел человека, который стрелял в сторону пляжа. Потом я увидел одного мертвого мужчину и женщину у бассейна, которая была ранена в ногу. Министерство внутренних дел Туниса пока не называет точное число нападавших. Утверждается лишь, что один из них все-таки был застрелен на месте происшествия. Надо говорить о том, что достаточно спокойный Тунис в последнее время становится излюбленной ареной, если так можно сказать, боевых действий исламских радикалов. Напомним, что три месяца назад было совершено нападение на столичный музей Бордо. До тогда исламские боевики расстреляли более 20 человек. Многие были взяты в заложники. В общем, Тунис очень неспокоен сейчас, Михаил. Да, действительно. Вадим, а что касается событий под Греноблем во Франции, властям уже известны организаторы этого теракта? Ну, информации о французском теракте значительно больше. Нападавшего на завод по производству промышленного газа задержали сразу на месте происшествия, о чем сообщил министр внутренних дел страны Бернард Казнуев. Мы знаем именно подавшего это некто Ясин Сахли. Он был фигурантом полицейского досье, состоял в связях с движением исламистов и был объектом наблюдения с 2008 по 2010 год за свою радикальную деятельность. На месте преступления был также найден флаг, который сейчас изучается. Текст на флаге еще не переведен и следствие продолжается. Ну, вы знаете, в очередной раз удивляет поведение французских спецслужб. В последние месяцы на территории страны регулярно происходят теракты, расстрелы или захваты заложников. И вот опять, ну почему такой опасный, а главное, ведь всем известный преступник все это время находился на свободе. А проблема все-таки сейчас значительно серьезнее. Пожалуй, впервые боевики перешли от вербовки или какой-то, скажем так, подрывной деятельности на территории европейских государств с конкретным действием, причем показательным, вызывающим действием. Вот, например, во время сегодняшнего нападения на завод террористом ведь был обезглавлен директор местного транспортного предприятия, который просто привез посылку на этот завод. Так вот, отрезанную голову террорист выдрузил на забор предприятия, выставив ее для всеобщее обозрение, ну чтобы, наверное, еще более устрашить неверных. Михаил. Да. Спасибо, Вадим Глускер, о терактах во Франции.